ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Тысячи посетителей выставки трофейной техники. На площадке больше трех десятков танков и бронемашин. В том числе таких, как немецкий «Леопард-2», который в НАТО провозглашали практически неуязвимым. Тысячи людей сплошным потоком идут на поклонку. Выставка в Москве подбитой западной техники стала чуть ли не главным событием недели. И здесь есть о чем поговорить. Это новый выпуск программы «Давайте проверим». Я Олег Борисов. Поехали. Клоунада, связанная с этим мероприятием, началась еще накануне открытия выставки. Организаторы решили придать западной технике более жалкий вид. И с помощью кранов согнули дуло. Кроновщики старались не зря, а чтобы пропагандисты утром написали. Прямо с поля боя с опущенной пушкой. Вот так работает показуха. 1 мая на западную технику пришли поглазеть местные зеваки и, конечно же, зет-патриоты. Пришли посмотреть на хваленые танки. Причем разботали его, будь здоров. Красивый. Хорошие фотографии получили. Спасибо. Наши настоящие герои, ребята, вот показатель того, что непобедимы это наш дух и наши солдаты, которые делают такую победу. Все остальное ерунда. Как они разрекламировали его, что, блин, техника такая, которую никто не может победить. Вот наглядный результат. Так они и потому, что выбирали страны, которые не могли дать отпор. Вот, теперь получили. История повторяется. У меня отец такие бил во время войны. Дед и дядя. Родной брат матери. Самое главное – отвага и сила духа. У меня сын четвертый раз воюет. Два раза в Сирии и два раза здесь. Среди остальных мы заприметили военкора Марьяну Наумову. Она, не скрывая гордости за родину, запилила фоточку на фоне подбитого американского Абрамса. При этом на ногах у нее кроссовки американской компании New Balance. Но осуждать не спешите. Возможно, это тоже трофей. Ну и какое милитаристское мероприятие в России без деток? Только сюда в этот раз их загнали не школы, а... Зетнутые родители, скажем так. Патриотическое воспитание должно быть молодежи. Потому что это поколение, которое будет дальше управлять страной и развивать ее. Она нужна для нашего будущего поколения. Вот мы приехали сюда с внуками. Наша история – это наша страна. Это наше будущее. И они должны расти и быть патриотами. Очень интересно детям показать, чтобы знали, чтобы понимали, что происходит. И поддерживали мы за наших ребят. Мы делаем свечки окопные, чтобы нашим солдатам было грязь. Одеяло, салфетки. Смотри, это техника, которую мы сюда привезли. Отстояли ее в бою своей кровью. Рассказывает об экспозиции мама-сыну. Уже представляю продолжение этого странного диалога. А подрастешь, сынок, и тоже поедешь умирать в Украину. Зачем, мама? Не задавай таких вопросов, а то сдам в детдом к украинским детям, которых мы украли. И знаете, самое страшное, что это вполне может быть реальный разговор. Тем временем на выставке в ударном темпе отрабатывали российские пропагандисты. Только я так и не понял, Абрамс на мине подорвался или его поразил беспилотник. Полностью уничтожена ходовая часть. Был подрыв сильный, серьезный на мине. Этот Абрамс М1 российские военные сначала подбили, а затем вытащили буквально на глазах у боевиков. Ага, неважно. Точность и факты никогда не были приоритетом российской пропаганды. Зато праздник жизни оценили в Кремле. Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поврежденную технику. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Только получается уже не выставка, а парад лицемерия. Я напомню, что в ноябре 2023 года в Финляндии перед зданием парламента выставили сожженный российский танк Т-72. Сколько же визга и недовольства тогда исходило из Российской Федерации. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72. В дипмиссии назвали эту демонстрацию кощунством, разжигающим ненависть к России. Ну а выставка в Москве, как вы поняли, это другое. Более того, на каждую единицу техники старательно наклеили флаг ее происхождения. Тут, конечно, никто ненависть не разжигает. Не, ни в коем случае. Техника, конечно, побита и потрепана. Есть и полностью выгоревшие экземпляры, но на каждом закреплен флажок государства, предоставившего Украине конкретно эту боевую единицу в расчете на поражение России. Флажков много, потому что много стран-поставщиков, желавших России поражения. Старые добрые российские двойные стандарты. А вообще, флаги наклеили не только для этого. Пропагандистам важно поддерживать нарратив о том, что Россия якобы воюет против всего блока НАТО. На выставочной площадке в глазах рябит от флагов разных государств, наклеенных на трофейную технику. Это лучшая иллюстрация того факта, что сегодня мы воюем не с ВСУ, а со всем блоком НАТО. У входа на выставку гостей встречает вот такое сообщение на экране. Вход без очереди для сотрудников посольств стран НАТО. Слушайте, ну скажите вы уже им кто-нибудь, что Альянс в войну даже не вступил. Блок лишь помогает поставками вооружения Украине, которая защищается от неспровоцированной российской агрессии. Но о таком на федеральном телевидении, конечно же, не скажут. Стоит также отметить, что блестящая, как ее назвал Песков, идея подобной выставки не нова. Еще в 2022 году в Киеве парадом ехала сожженная российская техника. Тогда на главной улице страны показали более 80 единиц сгоревшего железа. На третий год войны в Москву российским силам удалось довести лишь около 30 трофеев. Как говорится, почувствуйте разницу. И это я еще не рассказал о потерях личного состава россиян. Но об этом позже. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока.